Как отметили день рождения танго на его родине, зачем растительное масло японским сакурам и когда смотреть в небо, чтобы не пропустить супер-луну? Обо всем этом в нашем обзоре. В ритме танго. Центральный бульвар Буэнос-Айреса, Авнидо де Майо, превратился в танцевальную площадку. Так отметили национальный день танго на его родине. Именно на улицах Буэнос-Айреса родился этот танец, причем сначала его исполняли исключительно мужчины. Массовую вечеринку в аргентинской столице устраивают ежегодно. Это событие называется Мелонга. Рождественское чудо. С началом зимы в Японии расцвели сакуры. Только вместо цветов на деревьях тысячи лампочек. Двухкилометровая аллея вдоль реки Мегура сияет розовыми огнями. Энергия для лампочек экологически чистая. Чтобы они горели, местные рестораны и кафе целый год собирали использованное растительное масло. Об альтернативных источниках энергии японцы задумались после аварии на Фокусиме. С тех пор на электричестве жестко экономят. А компания Google уже полностью перешла на зеленую энергию. Об этом официально сообщили в Твиттере. В экологический проект за 7 лет вложили более 3,5 миллиардов долларов. Теперь мировой гигант использует исключительно энергию солнечных батарей и ветровых станций. Сёрфинг с видом на Эфелеву башню. В Париже 700 спортсменов не побоялись холода и устроили состязание по саббордингу. Это гребля стоя. Старт с рассветом. Дистанция немалая. 13 километров по сине для профессионалов и 11 для любителей. Желающих поучаствовать в этом ежегодном соревновании так много, что последние несколько лет билеты разыгрываются в лотерею. Больше и ярче. Сегодня вечером на небе взойдёт супер-луна. Увидеть её получится, если позволит погода. Полночь спутник Земли максимально приблизится к планете. Правда, разница в размерах будет не особо заметной. Всего лишь на 7% больше и на 15% ярче. Но в следующий раз такое явление произойдёт не скоро, в 2034 году. Voyager 1 снова в деле. В НАСА сообщили, что впервые за 37 лет запустили резервные двигатели аппарата. Они нужны, чтобы зонд мог настраивать свою антенну в направлении Земли. Нынешняя система износилась, поэтому теперь подключили двигатели, которые аппарат использовал, когда маневрировал между спутниками Юпитера и Сатурна ещё в начале своей миссии. Запустили Voyager в 1977 году. Сейчас он уже далеко за пределами Солнечной системы и благодаря запасным двигателям сможет работать ещё 2-3 года.